Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как быстро забеременеть. И хочу поделиться своим опытом, как я забеременела быстро, причем я расскажу, в каких сложных условиях все это мне предстояло делать. И для тех, кто меня не знает, хочу сразу познакомиться, сказать, что сейчас я нахожусь на 34-й недельке. Это видеоархив, так как всю беременность я свою не снимала, ничего, и никто из моих подписчиков не знал, что я беременная. И даже друзья некоторые не знали об этом. Только когда я родила, я уже все как бы афишировала, и сейчас вот это я снимаю видеоархив специально для того времени, когда я уже рожу. Что я могу сказать о том, как быстро забеременеть? Сначала я расскажу о том, какие условия у меня были. Дело в том, что мы с моим мужем встречались на расстоянии. Мы жили в разных городах. Я в Ростове, он в Питере. И мы встречались достаточно редко. Раз в два в месяц, раз в четыре, раз в три, ну то есть вот так вот. И когда мы решили, что мы хотим иметь общих детей, пока он в командировке, пока у него нет возможности быть рядом, думаю, это отличная идея, вот забеременеть именно тогда, пока вот, пока такие условия. В общем, мы оба почувствовали, что мы этого хотим. И тут самое сложное началось. Нужно забеременеть. Вначале я абсолютно, девочки, ничего об этом не знала. Я уверена, что большинство девчонок, наверное, об этом знает. Я одна такая глупая блондинка была. Но я абсолютно не понимала, знаете, откуда берутся дети, как все это происходит. Я подумала, что в любой день, кроме месячных, можно пойти со своим мужчиной, как бы сделать дело, и все будет замечательно. Но не так-то было, оказывается, там есть день омуляции, о котором я не знала. Вы это все знаете, мы это все проходить с вами не будем. Его обязательно нужно высчитывать. Как я высчитывала, я пользовалась программой. Ну, вначале я вам скажу, что я как бы не знала, да. То есть мы встретились, все замечательно. Я такая думаю, все, я уже беременная. У меня там такое было самовнушение, такой был жуткий самообман. Я вам скажу так, что я даже говорила, что если я не беременная, то у меня точно болезнь какая-то, воспаление какое-нибудь, потому что все симптомы. Мне и тошнило. На тот момент, кстати, у меня подружка была беременная со мной. Знаете, бывает такой синдром беременный, когда ты находишься рядом с беременным человеком, и у тебя тоже и тошнота, и все на свете происходит. Даже у мужчин такое может быть. В общем, у меня были все симптомы. Все говорило о том, что я беременная, мужа почти счастливый. И представляете, какой облом был, когда не получилось. В общем, потом я настроилась. Я начала высчитывать. То есть мне было очень тяжело высчитать день овуляции, так как вы понимаете, что это нужно делать на протяжении какого-то времени. То есть нужно высчитать какой-то день, специальные тесты, может быть, покупать, следить за всеми симптомами, которые происходят во время овуляции. Все это очень важно. В общем, я начала все это делать. Естественно, не всегда прям стабильно. День в день идут месячные. Бывает задержка один-два дня. А у нас так получалось, что мы могли встретиться только тогда, когда мы... То есть мы за месяц решали, когда встретиться. То есть он берет у себя какие-то там отгулы, возможности. То есть у нас есть конкретные даты, которые мы за месяц, за полтора с ним обговариваем. И потом мы переместить все это не можем. Если у меня не выпало вдруг, мой организм стал сопротивляться, и это не выпало на срок овуляции, то обломчик. То есть понимаете, да, насколько все это было сложно. Я забеременела, по-моему, с третьего раза. Да, с третьего раза. Первый раз это получилось, что я пришла просто такая... Просто так, да, не знаю, ни овуляции, ни о чем, естественно, ничего не получилось. Второй раз через там 4, по-моему, месяца или через 2, не помню точно. Я уже знала как бы что-то, да, уже более-менее что-то подстроились, но не получилось. Я была так на этом сосредоточена. Я вам скажу, что мы даже вместе, когда были, открою вам такие подробности, мы не занимались любовью. Мы делали детей, понимаете? Я не знаю, как мой муж, конечно, но я точно, я делала детей. Я была сосредоточена. Я там надо полежать, там надо так сделать, там надо то-то-то. Короче, вся голова была задурена этим. И уже потом, когда я приехала домой, да, опять я была нацелена, опять я смотрела тесты раньше времени, там за неделю до месячных, я эти тесты делала все. И, в общем, тоже очень расстроилась, очень распечалилась, и думаю, ну все, наверное, короче, не судьба мне. В итоге до следующей нашей встречи было еще несколько месяцев, да, я, естественно, все равно, как бы что-то нужно делать, да. Я уже начала штудировать весь интернет на свете вообще, короче, то есть очень сложно было, да. И я поняла, что это такая вещь, что люди, очень много людей, которые каждый день занимаются любовью, все для этого делают, все. Мы уже даже думали об ЭКО, что так сложно было. Думаю, многие люди, это все-таки чудо, это какое-то чудо, которое происходит между людьми и сойдут со сперматозоид, со яйцеклеткой или нет. И как это вот в день, организм, то есть представляете, да, я там все почитала, почитала, и понимаю, что у меня овуляция выходит на тот день, когда я как раз там уеду, да, или там до этого. Ну, в общем, я расстраивалась немного. Ну, в общем, почитала я уже на, то есть уже не знаю, сколько там прошло, год, наверное, получается. Год или чуть меньше, там, 8 месяцев. Почитала я более-менее, мы заранее даты обговорили. В итоге все, я с этими тестами и так далее. Но я поняла одно, что нужно расслабиться, что я поеду, вот последний раз, когда я ехала, что я поеду к своему мужу ни в коем случае не делать детей. Если они должны быть у нас, если они должны быть именно в это время, которое мы хотим, то они будут. Если нет, то они не будут, как мы бы там все это не делали, не старались. И очень меня, конечно, удивило, когда, да, все, у меня по срокам в один день-день должно быть что-то, и тут у меня какие-то задержки, например, происходят. Например, месячные идут не в тот день, а позже, получается, день овуляции переносится. В общем, все это было сложно. Я понимаю, что, ну да, я рассчитала так, а вот организм и природа, она может сыграть в злую шутку. В итоге я решила расслабиться, что очень важно. Я расслабилась и приехала к своему мужу отдыхать, провести с ним время, чтобы все было с любовью, а не с деланием детей, чтобы это не было сосредоточено все. И каков был сюрприз и итог, у нас получилось это все на 31 декабря, потому что я приезжала к нему под Новый год. С 1 декабря, 30-го, 31-го, у меня должна была быть овуляция. И когда я приехала домой, то есть я об этом не думала, все, мы попрощались, расцеловались. Все было замечательно, хорошо. И через какое-то время я даже как бы уже не ожидала, я просто сделала там, уже должны были быть месячные, как один день где-то, и я решила сделать тест. Никаких симптомов не было, ничего не было особенного. Думаю, просто сделаю тест, ну просто как бы надо, я его делаю. Я его сделала, сразу появились две полоски. Вы понимаете, да, какое счастье, когда человек просто... Я прыгала, прыгала, я, конечно, первым делом позвонила маме, и мне и страшно, и радостно, и все на свете, господи, что дальше будет. В общем, замечательно. Потом, конечно же, сказал своему любимому, он вообще не мог поверить. Он такой, я тебе сейчас перезвоню, там ноги, ноги отнимаются, я не... Ты точно, ты точно, после вот тех наших раз, ты точно, давай вот к врачу вот сходишь, вот УЗИ сделают, вот точно подтвердят, тогда вот я поверю. То есть уже настолько как бы не верили, да, что сложно все это было. И главные правила, которые я вам скажу, первое правило, это высчитать день овуляции. Это, ну, как бы, обязательно. Второе правило, это расслабиться. Не делайте детей со своим мужем, занимайтесь любовью, отдавайтесь, как вы обычно это делаете, получайте удовольствие, отрывайте, не думайте о том, что вы делаете детей. Потом можно, конечно, там поднять ноги, подождать какое-то время. Пока вы считываете овуляцию, да, то есть я пользовалась программкой по вычислению овуляции в интернете, ну, их много, то есть можете просто найти себе удобный интерфейс, именно там овуляция для женщин, да, и записывать все симптомы, потому что я, например, раньше не прислушивалась к этому, к своему организму, но действительно все симптомы есть, симптомы овуляции, сначала так, потом так. Если вы себя изучаете внутри, снаружи и вообще все, то вы увидите, что действительно есть все симптомы, и даже без каких-то тестов можно понять, что это все у вас происходит. Не принимала никаких таблеток, ничего, то есть вот два таких, вот расслабиться нужно было, ну, естественно, знать, когда день овуляции. Вот такие дела, и я считаю, что это самые главные советы, и мне кажется, что когда девушка нацелена, и вот так прям конкретно делает детей, она очень напряжена, мне кажется, именно это играет какую-то роль. Ну, естественно, нужно провериться, чтобы внутри была определенная среда, чтобы сперматозоиды не гибли до того, как они доберутся до... То есть вы должны быть здоровы, мужчина ваш должен быть здоров, желательно не пить алкоголь, и желательно воздерживаться недельку где-то, чтобы сперматозоиды набрали сил, чтобы было много там активных и так далее, потому что если человек, мужчина выпивает, то сперматозоиды какие-то гибнут там. В общем, если он не воздерживается, а это каждый день, то тоже там какое-то маленькое количество остается. В общем, всю информацию можно найти и в интернете, сейчас обо всем все это есть. Но мой личный опыт, представьте, люди каждый день занимаются этим, а мы, живя на расстоянии, с третьего раза я забеременела. Вот, сейчас на 34-й недельке могу вам показать, поделиться своим животиком. Вот такой вот. Мой малыш. Нам осталось полтора месяца. Он у меня активненький, двигается как следует, такой с мамой общается. Вот, скоро мы с ним увидимся. Надеюсь, что все будет хорошо. В общем, вот такие мои советы. Я, девочки, надеюсь, что если вы очень хотите деток, вы выбрали себе того самого мужчину, которому хотите подарить ребенка и вместе растить, и все у вас гармонично, я желаю, чтобы у вас все получилось, и если вы хотите забеременеть, чтобы вы это сделали быстро, долгожданно, любили его, не нервничали во время беременности, и чтобы все было у вас хорошо, так как вы хотите, планируете, чтобы все получалось. С вами была я, Селена Свей, впереди еще видеоархив, и я расскажу о первом, втором, третьем семестре беременности и много еще чего разного. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok